Итак, наша сегодняшняя лекция называется «Сущность. Исторические типы и формы государств». Значит, вопросы, которые нам надо рассмотреть здесь, значит, сущность государства, исторические типы государств, формы государственного устройства, и особенно попристальнее мы в этот раз рассмотрим советское государство. Поскольку тут он как-то стал дискуссионным таким вопросом, поэтому останавливаемся поподробнее. Хотя и на других лекциях ведь этот вопрос так или иначе рассматривается. Я думаю, уже все знают, товарищи, что такое государство. Государство, ну если своими словами, то это аппарат насилия господствующего класса над подчиненным классом. Да, вот прямо по Марксу. Можно так сказать, это правильно и по существу. Но надо иметь в виду, что своих слов вообще-то нет. Все слова общественные. И даже великие люди, поэты, вроде Майковского, Велимира Хлебникова, пытались придумать какие-то свои слова, ничего из этого не получилось. Хотя много интересного нам поведали о словах, о русском языке, вообще о языке. Так что вы сказали фактически буквально словами Маркса. И это в общем-то правильно. Другое дело, что, ну это все-таки скорее такой существенный образ. Машина в руках одного класса для подавления другого. Теперь, этот образ, он хорош с чем? Что он сразу вызывает размышления в дальнейшем. Это машина, бездушная механизм. Стало быть, должен быть машинист. Стало быть, ставит вопрос, кто машинист? Представитель класса. Ну, в господствующий класс. Ну, класс. Интересно, его уже преследуются. И защищаются. Мы сейчас говорим не про класс, а про его власть. Да? Класс – это базис, бытие, экономические отношения, общество. А мы рассматриваем государство. Поэтому отвлекаемся от класса, от общества. Рассматриваем вот эту вот машину. Кто машинист? Спрашивается. Ну, если продолжать вот этот образ, эту мысль, это представление, да, то тут встает вопрос, раз это машина. Он и так называется аппарат, государственный аппарат. Аппарат – это машина. Телефон – вот телефонный аппарат. Или там есть подводные аппараты, да? Или еще там какие-то. Но аппарат – это что-то бездушное. А государство, его все-таки не назовешь, что оно бездушное. И даже более того. Оно не бездушное почему? Потому что в этой машине есть машинист. Или машинисты, группа там людей, которые эту машину обслуживают. Значит, спрашивается, кто это? Кто они такие? Наразители воли правящего класса. То есть, как, например, сегодня это парламент, он же комитет буржуазии. Да, но сегодня машинист кто? Если уж на то пошло. У нас. Ну, не знаю, одним лицом я его самого назвать не могу. У нас, да, трудно. Но, скажем, в монархии вполне возможно. Монарх. То есть, какой-то человек. Машинист. Теперь, скажем, в демократиях – это какая-то партия. Ну, и эта партия в таких широких демократиях, она может, конечно, распространяться на весь народ. И то с оговорками, скажем, по отношению к рабовладению этого не скажешь. Почему? Потому что там демос – это граждане или плебс, пролетарии, скажем, в Риме. Они граждане свободные, только они не имеют никакой собственности, и поэтому не платят никаких налогов. Ну, и были демократические времена и в Риме, в древнем Риме. Так что этот образ хороший, он нас ориентирует, но все-таки нас интересует и более подробная теория этого дела. Значит, чтобы это знать четко и точно, он, скажем, перед лекцией, от нечего делать, смотрел я лекцию Фурсова. Есть такой Андрей Фурсов. Такой на Ютубе довольно популярный такой автор. И вот у него как раз тема – система СССР. Имеется в виду политическая система. И вот он несет околесицу какую-то. То есть у него у самого эти понятия, они не отработаны. Марксизм – это у него что-то устаревшее. Своя она еще не отложившаяся, наверное. И вот я заметил, что у него тоже такая торопливая речь. Вот он глотает свои мысли, как из пулемета. И я уже давно, лет пять назад, сделал вывод, что вот есть люди, которые не хотят быть понятыми. Вот они хотят говорить, быть властителями дум, да? А думы у них нету на самом деле. И вот сегодня мне показалось, что и в некоторых вопросах он вообще-то толковый, умный, грамотный человек. Но вот в этом вопросе он взялся, значит, и он как-то не хочет быть понятым. Он хочет быть интересным. Вот он что-то быстро рассказывает, там и то, и все, такие картины у него. Но это все оляписто. И самому ему не ясно, и слушателям это не ясно. И даже мне, грамотному человеку, значит, это не отрефлектировать то, что он говорит, вполне не отрефлектировать. Я только понимаю, что он не все так колесится. Это вот я был на таком философском форуме, как же они называются, эти форумы-то, международный такой форум философов в Нижнем Новгороде в 12-м году. И вот некоторые ораторы так ораторили, что даже не законспектировать. Даже слова сливаются, даже ухо их не рефлектирует, не различает. Вот было бы радио, было бы какое-нибудь электронное устройство запоминающее, можно было бы записать и потом как бы вдуматься. Но вывод я сделал тогда, что они не хотят быть понятыми. Вот они несут околесицу свою, хотят что-то произвести впечатление ораторам. На самом деле они несут чушь, вот просто голенную чушь. И вот жаль, что у меня тогда не было чем записать. А еще раньше я заметил у Гайдара такое свойство, что вот он 3-4 фразы первые произнесет, потом сбивается и несет околесицу. Поэтому сначала он там что-то еще говорил первые там недели на телевидении, его как премьер-министра спрашивают там. А потом журналисты поняли, что потом он несет афинею. Поэтому дадут 3-4 предложения сказать и все. А сущность, понятия, они сводят явление к простоте. К простоте понятия. Много всяких форм государства, типов государства. Но они сводятся, во-первых, к набору, узкому набору главных форм, и во-вторых, к сущности. А сущность совсем проста. Сущность государства – это что? Да, и когда вы знаете определение, или хотя бы термин, для вас труда уже не составит, отталкиваясь от него, поразмыслить о каких-то свойствах этого или другого предмета, или третьего. Так вот, сущность государства – это власть одного класса. Называется это диктатура класса. Все. Какие вопросы? Вопросов нет. Почему? Потому что все ясно. Что такое государство? Сущность государства? Это диктатура одного класса. Все. Другое дело, что мы на этом термине, на этом определении понятия не останавливаемся. Понятие развертывается. Развертывается в определениях. Значит, что она диктует власть-то? Прежде всего, законы. Диктует. Дикт, говорю. Законы диктует. Во-вторых, основные общественные идеи, которые разрабатываются в специальных отраслях знания – в религии, в праве, в морали, в нравственности, в этике. Этика, наука о морали или наука о нравственности? Нравственность – это общественно закрепленный набор правил, требований к индивиду. А мораль – это субъективная реализация этих общественных норм. Скажем, человек, он может быть нравственно развитый, знает там правила, законы, морали, а вести себя неадекватно. Ну, тут его могут поправить. Но, как правило, мораль и нравственность поправляют так вот средствами морали же и нравственности. То есть, Ваня, не надо бить соседа палкой, ему вольно, во-первых. Во-вторых, в следующий раз он тебя топором стукнет. А нормы права, они защищаются законом. То есть, скажем, за то, что палкой кто-то соседа ударил, его могут и в тюрьму посадить, скажем, на 15 суток раньше в Советском Союзе давали. За такие поступки суток 15. Ну, и была такая популярная норма – 15 суток за всякие общественные дела. И, в-третьих, административные границы территорий. Значит, земли, во-первых, внешние государство охраняет, во-вторых, внутри контролирует, регулирует и гарантирует. Значит, в Древней Греции специально был бог терм. Отсюда и слово термин. Термин – это то, что разграничивает земельные наделы. И стоял камень на каждой границе. Значит, он отделял один участок от другого. Термин. Термо определяю. Отсюда и термин, определение. Детерминацию С. Негацева говорил Спинозе, а за ним и Гегеле. Определенность есть отрицание. То есть, вот твое – это вот. А сюда ты не касайся. И кто-то говорил, на границах погибло народу больше, чем в войнах. Больше, чем в войнах. Почему? Потому что все время эти споры. Вот я помню Баталова под конец жизни там. У него на даче отрезали 20 сантиметров. И вот он там жаловался, значит, в милицию, в органы, что у него землю отрезали. Ну, он уже старенький, видимо, с палкой не мог выступить. Но вот он жаловался. Да. Ну и сейчас. И сейчас это есть. Сейчас больше. Правда, товарищи, поскольку земля-то общественная. И еще вот этот дележ такой по мелочам, он не закончился, вот он продолжается. И я вижу в маленьком городе, и здесь в Питере этого не видно. А вот на дачах и в маленьких городах видно, что у человека, скажем, забор стоит. А в десяти метрах от забора там канава идет. И он думает, ну а что эти десять метров-то? Они же ничьи. И загородил. С другой стороны дороги, там такая же ситуация. И там тоже. Посмотрел, посмотрел, а что десять метров-то? Никто не пользуется. И загородил. И получилось, значит, две канавы и дорога. Да еще эти заборы железные нынче стандартные. Все, как в тюрьме идешь по коридору. Вот сколько это будет длиться? Ну, мордобои, они уже есть. Машины уже горят. Да, захватывают площади во дворах. Заставили машинами. Но кого-то это не раздражает. Меня это раздражает. Но я уже в таком возрасте, что я драться, даже спорить не полезу. Потому что это нервы портит в себе и давление повышает. А кто-то нет. Кто-то подожжет машину. Или проколет, подложит что-нибудь под колесо. Или в конце концов драки происходят регулярно на эту тему. Так что государство все время за этим следит. Наше государство сейчас следит очень плохо. И народ в таком состоянии, что не отстаивает свои интересы, даже коренные. Скажем, есть закон. Нельзя ставить машину у стены дома ближе, чем 15 метров. Просто нельзя. Есть специальный закон на эту тему. Ничего подобного. Все дворы заполнены. И тебе под фортишку, под открытую, значит, с утра тут начинают все газовать. Так что эта вещь очень серьезная. И она зафиксирована. Поэтому у Энгельса в трех признаках государства. Энгельс специально выделяет три основных признака государства. Первое. Это публичная власть. Публичная власть. Там есть всякие домашние власти. Или какие-нибудь непубличные власти, скрытые власти, даже тайные власти. Скажем, ну, непубличные. Домашние. Вот вчера был юбилей у Горбачева. Показали Раису Максимовну. Вот она, конечно. Она, конечно, на него влияла. Конечно, он подкаблучник. Никаких сомнений. Как и Ельцин, кстати, сказать. Ельцин, он по виду такой. А дома, если на него посмотреть, вот его этот снимал. Эльдар Рязанов. Он подкаблучник. Да, теперь тайные масоны всякие есть. В том числе сегодня в России четыре масонских организации. И вот они там из себя изображают какую-то власть. Одежды там у них такие. Придурок Богданов есть такой. Он даже в каком-то году, лет пять-семь назад, выдвигался от Демократической партии России в президенты. Вы, наверное, не помните. Был, да. Вот он. 25 назад он дал вам советскую правду. Нет, это другой Богданов. Это наш Ленинградский тут был Александр Богданов. Кстати, его что-то давно не видно и не слышно. А он интересный парень был. И он-то выпускал антисоветскую правду, но когда Союз разрушился, он начал выступать за советскую власть. Причем публичный. Я несколько раз слышал его эти выступления. Думаю, да, Саша, ты же участвовал, ты же хотел этого, дорогой. Получи и распишись. Я думаю, куда-то он сгинул. Хотя и был таким относительно молодым. Да, масоны всякие. Ну и пусть они там возятся, изображают из себя какую-то власть там тайную. Наплевать на них. Никакой реальной силы они из себя не представляли и не представляют. А если кто-то из них представлял реальную силу, то как реальные политики, находящиеся в публичной сфере, стали быть подвержены нашему влиянию. Кстати, вот тут недавно, сейчас гуляет по ютубу интервью Большое Керенского. Вот я его тут дня два-три назад послушал. Вот дедушке там уже было лет 85 в 64-м году. И вот он, значит, там про масонов, молчок, ни слова не сказал, не проговорился. Хотя он и сам масон. Из 12 членов Временного правительства, 11 были масонами. Нам наплевать, что они масоны. Ничего они как масоны не сделали. А публично их раздели, разули, зарестовали. Значит, потом отпустили. Потом они разбежались. Прибежали к Колчаку. А, нет, это я путаю с этими, с депутатами. Значит, сбежали на Запад. А депутаты прибежали к Колчаку туда, в Северь. Он их там пострелял и правильно сделал. Мерзавцы разорили. Родину демократию хотели установить. А сами побежали к Колчаку под его штыки. И не то, чтобы под его штыки, а эти штыки направлять на народ. Поэтому получите, распишитесь. Да, ну и я всегда говорю, и, может быть, сегодня не грех повторить, что вот наша идея и наша теория, марксизм, да, как мировоззрение, как набор теорий, они как раз прозрачные и понятные. Никуда мы не торопимся. Мы хотим, чтобы было все ясно и понятно, и четко. Понятно то, что выражено в понятиях. И в этом смысле. Что такое власть? Мы говорим о государственной власти, да. О государстве, потому что это власть. Публичная власть. Так а власть что такое? Это право, вы имеете в виду. И это правильно, что вот в праве они свою волю выражают. А власть-то что такое? И тоже тут нужно простое, значит, прозрачное определение. Что власть – это способность навязывать свою волю. Власть – это способность навязывать свою волю. Но навязывать-то ее можно по-разному, волю свою. И в государстве, и, скажем, в бизнесе, и в какой-то частной жизни, да, можно свой секретарш искать. Татьяна Ивановна, чтобы завтра в шкафах ни пылинки не было, платком буду проверять. Ну и она, конечно, да, может протерять, протрет, я потом проверю, чистота. А можно? Простенько, да? Танюша, дорогая, что-то тут пыли скопилось. Не пора ли нам это дело-то прибрать? Ненавязчиво так. И она все равно сделает. Почему? Потому что власть-то хозяина, начальника. И свою волю он может навязать. И он ее может навязать спокойно, демократично, и даже с некоторым таким налетом вежливости. А может, конечно, грубо, жестко, ба-ба-ба-ба-ба, что все тут блестело, завтра начальство приедет. Значит, вот воля. Да, поэтому и говорят англичане. Пауэ, да? Что такое пауэ? Власть и сила. Власть, она тогда власть, когда за ней стоит сила. Поэтому вот англичане одним словом это называют. И в какой-то мере тут есть смысл известный. Вот. Но все-таки у нас это дифференцировано, что и власть. Она все-таки должна действовать не столько силой, сколько, значит, примером, моралью, привязанностями. И Тютчев даже, говорит, любовью. Я вот сейчас забыл этот стих-то. Стих как-то он говорит о Западе, что вот они там опираются на силу. А мы, мол, опираемся на любовь. Он преувеличивает, конечно. Но тут что-то есть. Конечно, нужно власть, управлять вежливо, по-человечески, чтобы люди выполняли какие-то действия с удовольствием, свободно, с сознанием, что это надо. Ну и так далее. Да, ну а воля что такое? Значит, власть – это способность навязывать свою волю. А воля-то что такое? Способность действия. Да, это вот я несколько лет все с этой мыслью вожусь, все как-то до нее не дойти, ее обработать, как следует, и выразить, что вот нынче людям нашим, и народу, и особенно мужикам, им не хватает незнаний, все все знают и все понимают. Им не хватает воли. Вот воли нет. Причем в элементарном в отстаивании скромной заработной платы дома стонут «Папа, мы хотим кушать, мы хотим на юг поехать, мы хотим портфели новые, вон такие модные». А папа пятнадцатый счет в Волочке это получил и ни в чем себе не отказывай. Не может значит за свою зарплату постоять. У него нет воли. Отчасти, конечно, тут понимание работает. И вообще воля она базируется на понимании. Да. Что такое воля? воля это решение проводимое в жизни. Или как говорил еще Гоббс в 17 веке, в начале 17 века. Воля это последнее решение. Вот я решил, помню, бросить курить. Не курил целую неделю. потом что-то такое. Значит, раз и закурил. Воля слабая оказалась. Да. Она была проявлена. Но слабая. Марк Твен говорит, я бросал, курить бросить очень легко. Я бросал 17 раз, он говорит. это тот же самый случай. Причем я его вот переплюнул. Я бросал 26 раз. Но все-таки бросил на 26 раз и я бросил. Вот не курю уже 25 лет. Значит, последнее решение. Решение, которое ты проводишь в жизни. И тут нужен и ум, вот это решение сама, сама мысль, идея, да. И проявление характера, что у тебя хватило характера, это решение провести. И это не одно и то же. И как раз мы знаем очень много умных людей, все знают, все понимают, а воли нету. Ни в смысле зарплаты, не особенно мне интересно и смешно, что в отношении девушек или женщин, то есть вот нравится девушек, вместо того, чтобы действовать, провести в жизни решение, что-то значит ходят вокруг и около, стесняются, еще там чего, отговорки там всякие. Тогда как? Надо попробовать повыяснять, ну не получится, господи, вон девушки везде красиво ходят по России, в России уж чего-чего, а девушек во. Так что везде нужна воля, во всем нужна воля. и вот воли нынче у мужиков не хватает. И эта черта даже она получила название. Кстати, вот я завтра буду читать лекцию на Очаковской, в том числе там ходит роман «Чего же ты хочешь?». И вот Севолд Кочетов отмечает вот эту черту как недостаток нынешней молодежи, нынешней, это конец 60-х годов, инфантилизм. То есть им там уже 20-25 лет, а они все как мальчики, даже 30, а сейчас даже 40. Сколько мужиков значит там 35-40 лет, они еще не женатые. Так а какие из них могут быть действия? Это же инстинкт. Ему надо следовать. И человек не может ему не следовать. Вот они дети до 40 лет. женитьбы. Это и есть переход из подрастающего поколения во взрослые. Что человек стал мужчиной или девушкой, женщиной. А так вот они инфантильными детьми остаются нет воли. и конечно я понимаю, что с одной стороны вот эта тяжкая жизнь, вот эти 20, не 20, а уже 30 лет. Вот эта бедность, нищета, что сейчас девушку в кино не сводить. Сколько сейчас билета стоит? Рублей 300? Да на девушку 300, 600 рублей. Да, это у парней нет денег на это. Мы-то девушек вводили там через день в кино, да еще с мороженым. А сейчас на это все нет денег у парней. Но все равно это не помехи, а это и значит вот в этом смысле воля она похожа на идею. Идея тоже единство понятия и реальности. В этом смысле воля это реализуемая идея. Вот у меня есть идея жениться на Кате. И я ее реализовываю. Подошел к Кате и говорю Катя дорогая так ты и так да. Бросай глупости и выходи за меня замуж. Вот. А раз у тебя нет воли тогда крепкой воли вот и страдай в одиночестве. Ну и вот в этих признаках государства главное это есть как раз воля и власть. Власть. Публичная власть. Главное. Если есть публичная власть то есть и административно разделенная территория. И скажем основная масса государств в древности она так организовалась собирается компания крепких мужичков человек 100-150 или 50 едет куда-нибудь к словенам на Ильвень или в Англию. Ой, как его Рыжего-то как его звали-то я забыл. А? Викинг, что ли? Нет. А, Викинг, он английскую династию это открыл. Рыжий, Рыжий, как же его? Эрик. Не, не Эрик, но тоже, а, Вильгельм завоеватель, да? Да, Рыжий, или Вильгельм Рыжий. Значит, приехали, порубили мужиков, установили свою власть, или сюда их пригласил, правда, Гастомысл этот самый. Рюрик был его внуком, вот, но Рюрик приехал, Гастомысл нечаянно быстро умер, трех братьев, значит, они убили сразу здесь же, в Старой Ладоге, а четвертого в Киеве Олег замочил и установили династию Рюрик и счет, она благополучно проправила 600 лет. Причем, это кажется случайным, ничего подобного, это во многих странах Европы, включая Англию, были установлены такого рода династиями. А арабский историк Ибн Фальдун установил это еще в 14 веке как закономерность, как образуется государство. Вот примерно так, как я вам рассказал. Собирается Абисайя, дружина по-нашему, едет, мочит мужиков, устанавливает династию, и возникает другое государство. Есть воля у людей, есть сила, есть романтика, есть жажда жизни, а те обленились, оружие держать, разучились. Но раз вы не можете публичную власть организовать как должно, значит, вы погибаете и уходите в невытие. Все. Да, значит, есть территория и есть налоги и долги. Третий признак Энгельс выделяет. А второй мы сказали, территория, административно разделенная территория. Есть власть, есть и территория. И есть власть у вас, вы собираете деньги, вам приносят денежки. Как, скажем, Россия платила дань. Приезжают в Аскаке, указывают место сбора и послушные граждане приносят денежки, кто товарами, кто девушками, кто рабами, кто еще чем. Вот насобирают даньку и поедут. И это ведь не только в России было. да, и Россия точно так же делала. Ну, не Россия, русские князья в те давние времена. У кого есть сила, у кого есть власть, у кого есть государство, все собирают налоги. В этом смысле, конечно, нынешняя государственная власть, это вот она во всех отношениях анекдот, в том числе и в этом. Установили налог 13% со всех из меня, значит, бедного преподавателя, не бедного, а нищего преподавателя, из миллиардеров налог 13%, нигде такого в мире нету. Раз ты такой богатый, раз такой умный и такой богатый, изволь платить. Да, значит, налоги доходят за рубежом больше, чем 50%. И вот нынче в прошлом году установили для людей, доход у которых больше миллиона или 5 миллионов в год налог будут платить 15%. Так сколько шума подготовки, ой, мы прибавляем 2%, вы уж нас извините, простите. И не случайно налоговик Мишустин стал нынче премьер-министром. Почему? Потому что повальное воровство, повальная неуплата налогов. Вот тут ребята какие-то объявились, Роснадзор на Ютубе. Вот они показывают, как губернаторы построили из старых домов отдыха себе дачи, значит, затихарили их, налоги не платят, и, значит, богачи из богачей и плюют на государство, а сами губернаторы. Значит, ну и завершение этой проблемы. Значит, нужно четко себе усвоить, что государство это надстройка над обществом, надстройка над экономикой. и в каком-то смысле она существует отдельно и рассматривать ее надо отдельно, самостоятельно. Это самостоятельная сущность и как таковая она сегодня одна, а завтра другая. 15 октября 1917 года одно государство 25 октября, а 26 октября уже другое, уже Советская Россия. 19 декабря 1991 года одно государство, а 20 декабря уже другое, уже СССР нету. Что изменилось-то? Я это хорошо наблюдал за этим самым, за Смольным, за нашим, за городской властью. У нас там редакция газеты была в Смольном, народной правде. Вот произошел этот переворот. Приходит такая была девушка, Марина Салье, депутат ленд-совета, демократка. Так, ну все, дорогие товарищи, освобождайте то помещение. Ну и товарищи, ну извините, вот т-т-т-т-т-т-т-т-т. И ушли из Смольного. Скажем, если бы они позвонили мне, такое дело, я бы взял палку, приехал бы, у ворот встал, и не пустил бы их просто с палкой. Как это было в 92-м году, 21-го января. Пустили пулю, что будут хоронить ночью Ленина на Волковском кладбище. Я там собрал ватагу с палками. Ну вот там ночь мы проходили, все, никто не приехал туда. А пришли бы, палки бы, получили бы и все похороны закончились бы на этом. Безвольные люди, значит, надстройка. И эта надстройка, она может соответствовать экономике, поскольку она отдельно, надстройка, и не соответствует. Или соответствовать не в должной степени. Скажем, как у нас было экономические отношения с реформ 1861-го года, они уже стали капиталистическими, а надстройка осталась феодальная. Теперь в 17-м году, в феврале, в начале марта, вот, кстати, годовщина, значит, надстройка совместилась с базисом, с экономическими отношениями, но продержалась только несколько месяцев. Эту надстройку смели, а в экономике-то как все было, так оно и осталось, а государство уже социалистическое. так теперь настройка-то социалистическая, а базис-то капиталистический, он как был, так и остался. И вот этот капиталистический базис 18 лет преобразовывался, и, наконец, в середине 30-х годов, ну, можно сказать, в 36-м году, они совместились, настройка стала соответствовать, причем это было сознательное действие, в 35-м году прошел пленум ВКПБ, на котором, значит, принято решение, что вот у нас уже частной собственности нету никакой, вся собственность общественная, поэтому Конституцию надо нам изменить, систему выборов поправить. Была назначена комиссия, комиссия работала, подготовила проект Конституции, он обсудился в партии, обсудился в обществе, был съезд Верховного Совета, на нем принята новая Конституция и 5-го декабря 36-го года народ уже по этой Конституции мог голосовать. Так что вот совместилось. Ну, а что касается социалистов, дальнейшего движения, это потом мы отдельно посмотрим, я говорю, отдельно у нас будет вопрос. Ну и эта сущность, она развертывается в истории в исторических типах государств. Исторические первые государства какое было? Вороводельческое. Значит, первобытно-общинный строй управлявшейся системой родов превратился в Вороводельческое общество и, соответственно, в Вороводельческое государство. Следующий исторический этап феодальное общество, соответственно, феодальное государство. Следующее капиталистическое общество, соответственно, буржуазная форма государства. Наконец, социализм, коммунизм, социалистическое государство. То есть, они четко следуют за формациями. Там, с люфтами разными, с отставаниями или с опережениями, но они следуют. И революции, они и есть вот это совмещение базиса с надстройкой. Если отстает надстройка, то ее поправляют. Если отстает базис, то его доращивают. Значит, ничего тут хитрого нету, ничего тут непонятного нету, или что-нибудь есть непонятное? Можете сразу задать. То есть, нету тут никаких лазеек, не в чем тут путаться. Все очень просто и прозрачно для того, кто хочет разобраться. Значит, теперь надстройка может соотноситься с базисом по-разному в смысле развития и особенно экономического развития. У нас нету доски-то. Значит, надстройка может соответствовать экономическому развитию и содействовать экономическому развитию, действовать в направлении развития экономического. И тогда они находятся в гармонии, и тогда государство развивается. Во-вторых, надстройка может действовать вопреки против базиса. Базис требует развития буржуазных отношений, развития буржуазного класса, а надстройка ему препятствует. Феодалы не хотят этого, противодействуют ему. Поэтому тормозят развитие. Где, скажем, это раньше произошло поэтому, скажем, в Англии, она вырывается вперед. Там надстройка государства содействует экономическому прогрессу. И она вырывается вперед, первая делает промышленную революцию и начинает эксплуатировать весь вот этот экономический мир, окружающий ее. И наоборот, там, где надстройка тормозит, как во Франции, особенно в России, там наблюдается экономическое отставание. И вот значит в России это наиболее длительное отставание. Она стала самым реакционным государством России, подавляла все революционные движения во всей Европе. И правильно ее Маркс и Энгельс критиковали за это. Да и вся Европа не любила Россию за это. За это именно. А потом уже всякие другие претендалы. Ну и плюс здесь столько ресурсов, а они не могут это использовать. Поэтому у них и разжигался зуб на территорию, что там вот вольтраум, жизненное пространство, надо бы его для трудолюбивого германского народа бы завоевать. Хотя и Бисмарк предупреждал, что Россия незавоевываема. не послушались дедушку. Раз пошли завоевывать, получили по зубам, второй раз пошли завоевывать, получили по зубам. Ну вот вроде сейчас унялось Германия в отношении России, вроде сейчас аппетитов нету на нашей земле. Так что и наконец третий вариант отношения государства надстройки к базису. Ну ничего не делать, будет такими нейтральными. Не помогать, не противиться. И тогда возникает застой. То есть нет развития, есть какое-то прозябание такое. И я думаю, что нам эта обстановка более-менее знакома. Хотя прозябание так или иначе оно все равно заканчивает с отставанием и регрессом. Какие тут вопросы? Сейчас можно назвать застой? Не понял. Сейчас у нас тоже застой. Не застой, да. Да. Ну и формы государственного устройства. Значит, вот исторические типы. Их четыре. Соответственно, формация. В первообщинном формации нет государства, поскольку нет классов, нет и государства. Значит, а формы всего три. Причем они выделены еще Платоном и Аристотелем. Правда, надо сказать, там где-то в моих лекциях этот разбирался подробно, поэтому я на нем подробно не буду останавливаться, там где-то есть, можете посмотреть. Значит, монархия, аристократия, демократия. то есть или правят один род, или несколько аристократических родов, или демос. И тоже тут ничего хитрого нету. Вариаций много этих бывает демократий разных, много разных монархий бывает. Абсолютная монархия, конституционная монархия, выборная монархия, как в Польше, там, и так далее, там, но она монархия, власть одного рода. Дело не в том, что правит Николай II, а дело в том, что правит династия Рюриковичей. Дело даже не в том, что от этой Рюриковичей, Романовых. Дело даже не в том, что династия Романовых правит. Почему? Потому что там уже от Романовых ничего не осталось. Александр III, он чистый немец, у него русской крови нисколько нет. Елизавета II, она прекратила две династии. Она же супружника своего убила, Петровича. Екатерина. А я как сказал? Екатерина. Да, Екатерина. Спасибо, Степан Семенович. Это что-то я задумался. Параллельно. Екатерина, конечно, вторая, значит, супруга своего убила, Петровича. Это на Рыжкинской линии. И еще одно Иван Антонович. Вот Иван Антонович почему-то никто не вспоминает. А это тоже ее рук дело. И ничего, тишина. Вот тут этого Николая II, вот тут все строят в Екатеринбурге монастырь, там церквей настроили, поминают там убийство царя. А вот этих блаженно, вот этого Ивана Антоновича замочили во младенчестве, ему что-то около двадцати лет было. И молчок. Да, это Капетра III, его оболгали, наговорили, что он вроде дурак, дурачок какой-то приехал из Германии, и вроде правильно его и сделали, что замочили. Хотя, значит, есть некоторые исследователи, которые говорят, ничего подобного, толковый, немецкий, наполовину немецкий человек, воспитанный, образованный, культурный. Вот сейчас уже трудно разобраться в этих делах. Так что разные бывают и монархии, и тем более демократии, скажем, да даже в одном государстве, скажем, американской демократии. Одно там дело американской демократии в 19 веке, другое дело в 20-м, и в третьем сейчас мы видим. Она раскололась внутри себя, она все-таки демократия, это буржуазная, одного класса буржуазии, но смотрите, какой накал борьбы между двумя буржуазными партиями, между двумя партиями одного класса. Но одна выражает в большей степени интересы финансового капитала, другая промышленного капитала, и они уже не готовы вцепиться, а уже вцепились друг к другу в волосы и в физиономии, и еще неизвестно, чем это кончится. Так что разные демократии тоже бывают. Ну и я думаю, что тут этот вопрос тоже более-менее понятен. Что с форумами есть неясного? Что хотели бы вы прояснить еще? Ну а вот с усилением говоря с остановлением элигартических структур можно говорить о том, что демократия в общем-то как бы на самом деле она является все внешней формой, а суть уже становится рестократической. Потому что капитал это наследство так или иначе. Так а власть-то она же имеет некоторое самостоятельное существование. Поэтому она все равно остается демократией. И вообще аристократия она форма в наибольшей степени присущая древности. Вот родительские государства это государства аристократические как правило. И лучшие годы были связаны с аристократиями. То есть приходит вот эта вот группа дружина она же дружина и устанавливает свою власть. Они собственно и создают аристократические роды. Налоги это несколько другое дело. Скажем в Риме или в Греции там попробуй как-то не заплати налоги. В должники пойдешь. Если взять хотя бы вот привели у нас в России в Санварию чем отличаются налоги не платили. То есть в принципе экономически они отличаются просто тем что не платили налоги. Так ну и что что не платили налоги то? Нет они не платили налоги они служили они отдавали службы. Службы уже не было уже не служили они уже как-то не служили. Вы какое время то вы имеете ввиду? 150 лет назад нигде они не служили. Ну как с Солонцкой дворянцы? Конечно они же вольтой дворянцы уже давно бывают уже и служили. Ну так это последние годы а раньше то служили. ну так ну так я ну так я про это и говорю что трансформации это не происходит поэтому демократия она не равная самой себе форма да она разная бывает одно дело в 19 веке другое в 20 третье в 21 в Америке я говорил так же и в России она значит в Пскове была в средние века одна в Новгороде другая где-то там еще третья да если в России третью я не знаю вот но если бы была была бы третья третья уж считаю буржуазная и советская еще какие вопросы по этому поводу а перерыв а ну ладно тогда этот еще по СССР вопрос рассмотрим после перерыва как раз он и хорош будет в форме вопросов вопрос такой поменялись систему выборов в середине 50-х годов конситуции подразумевается что выборность стала территориальной а вот как раз и территориальной и сам строй так это и было видите 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 от вот отход слово отход оно тут имеет два смысла с одной стороны вроде ну вот объективно отошли а другое дело субъективно отошли вот хотим отойти вот такого субъективного отойти не было а фактически отошли а фактически отошли это подорвало это даже тогда эта власть не подорвала она уже сформирована аппарат сформирован функции сформированы но уже соки народные теперь перестали вот уже контроль со стороны рабочего класса он ослаб и даже не прекратился но в значительной мере слаб поэтому это конечно это был серьезный удар хотя сами тогда творцы они этого не не сознавали им казалось что раз все теперь вся экономика общественная социалистическая территория вся советская наша предприятие все советские наши поэтому вроде какая разница мы на территории это проводим или на заводе все ведь советское все социалистическое а вот оказывается что нет но теперь я понимаю что все таки процесс был более глубокий он уже давно начался отход от общинности от общинных началов и русских общинных начал крестьянских и коммунальных коммунистических коммуны это ведь община только не вот вы не в узком этом сельскохозяйственном смысле не сельская община а производственная община то есть она и на заводе община должна была быть и она была вот до 36 года они как раз и были общинами но уже значит на него перестали на это начало перестали обращать внимание вот я сейчас специально живя в вышнем олочке изучаю значит историю заводов тамошних вот и чит но правда эти книжки они уже были написаны в шестидесятых восьмидесятых годах но там нигде нету зацепок у меня зацепиться как там работала община на предприятии там говорится про партийную организацию про профсоюзную организацию там про дела разные как в колхозы ездили там много хорошего всего делалось но вот именно организации общины как действовал сам трудовой коллектив как единое целое нету не нет следы я не нашел следов вот еще ищу тогда как марс говорит что каждая деревня должна стать во франции каждая деревня должна стать коммунной кому кому на это самое во первых она была неудачно названа марс заметил и это правильно потому что коммунный это базис а руководство этим базисом то есть государство то есть настройка это совет и он был там в парижской коммуне этот совет но они этот совет и называли коммунной а в иваново-зенский наоборот вот назвали советом но он был советом коммун а у нас зациклились что это советы рабочих депутатов то есть акцентировал и что это вот рабочие рабочие создали совет рабочие установили свою рабочую власть так дело это не в том что они рабочие отделов в том главное что это депутаты предприятий они делегаты предприятий не отдельных индивидов там с территории которые рабочего выдвинули хрен там где-нибудь выдвинут рабочего на территории а дело в том что они не себя представляют как рабочего они представляют трудовой коллектив не больше и не меньше трудовой коллектив ты представляешь и жили конечно да вот там до вышневолочке там завод и рядом с ним поселочек район в большой вишель и вот в большой вишель там вот такой классический пример это поселок при заводе работали на этом заводе естественно все друг друга знают конечно это коллектив это близкие люди все время да там клуб какой нибудь в клубе не тусуются а там нету никакой книжицы то как там это было предприятие росло развивалось вот что-то оно там-то на базу маленькое большое вот так что это все большие вопросы которые были отодвинуты войной вот я думаю что здесь действовала не столько ошибка сколько значит международная борьба то есть нужно было готовиться к войне поэтому уже не до этих нюансов и в то же время им хотелось новой конституции показать демократизм нового общества поэтому это советская конституция даже по словам елена елена боннар говорит самая демократичная конституция это сталинская говорит она и это правильно только она буржуазная она хорошая буржуазная где-то вот в корне и в основании да там было механизм и были несколько инструкций по выборам в разные годы выпущены так ну что мы продолжаем да значит вот относительная самостоятельность и вот это вот нейтраль и вот с этим теоретическим багажом мы можем порассматривать советское социалистическое государство мы собственно тут и начали уже эту тему да что до тридцать шестого года у нас было государство социалистическое по характеру по целям развития вот но базис еще только становился социалистический общественная собственность еще только становилась и только после их коллективизации когда и на селе вся собственность стала общественной значит можно было сказать что базис готов и теперь он соответствует социалистическому государству социалистической настройке но только он стал соответствовать как тут значит была изменена система избирательная выборы были переведены на территорию и этим как бы был предопределен такой отход социалистического государства от своего родного базиса но пока была партия крепкая пока значит большевики еще которые делали революцию руководили этим государством еще лет стало быть 18 все было довольно успешно победили в войне быстрее чем многие другие восстановили народное хозяйство отменили карточки быстрее всех в ссср но значит вот эти вот нюансы отрицательные они к началу пятидесятых годов накопились поэтому как только иосиф серианыч умер начались крутые изменения и вот теперь тут недавно возникла дискуссия так обострилась на эту тему ну и пришлось специально еще дополнительно конкретно позаниматься этим вопросом значит что касается меня то я могу уверенно сказать что и в этом вопросе война на самом деле это война сделала такой мощный удар и по надстройке в чем он состоял он состоял в том что в войне партия вынуждены была мобилизоваться на хозяйственные деятельности и главным было значит экономика и оборона в войнах в отдельных битвах побеждают полководцы а войны выигрывает экономика значит поэтому не созывались не только съезды даже пленумы не созывались скажем там было несколько пленумов том числе в сорок шестом году по журналам ленинград звезда ленинград еще там какое-то пленум вот а в общем партийная жизнь была так сказать как-то так на втором плане считалось что ее зеленость все знает всем руководит вот все нормально все спокойно но вот он умер и товарищи по привычке теперь я понимаю они бросились значит занимать хозяйственными что им показал что партия она уже где-то на втором месте уже партия что-то такое неважное это там идеология и и прочее а надо заниматься чем-то реально и надо сказать что там такие партийные то лидеры они были все при министерствах вот если вы возьмете пленум мартовский да дележку партифелей там один министр промышленности другой министр электрификации третий там министр химии четвертый министр сельскохозяйства лаврентий павлович объединил министерство внутренних дел и этот кгб вот в общем короче всех и остался самый бедный и непри чемный никита сергеевич хрущев вот он был правда секретарем секретарем центрального комитета и членом президиума вот как бы ему как будто ничего не досталось но в этом секретариате там что-то человек шесть он был таким как бы центральным человеком во-первых по возрасту он был срединный во-вторых из всех них у него наибольший партийный стаж то есть он как бы наиболее авторитетный был в секретариате то есть остальным то казалось что это какая-то второстепенная там рутинная партийная работа но нет партия руководящая направляющая силу поэтому это товарищи недооценили это дело и хрущев тоже не понимал этого сначала но вскоре он все-таки понял а главное что значит тут сразу после смерти сталина отменили значит конверты выплаты дополнительные из премии к заработной плате зато много же работали ты и ночами и и неделями и месяцами вот поэтому были такие доплаты в конвертах а тут они кончились а Никита Сергеевич их взял и восстановил да еще значит отдал деньги за предшествующие там шесть месяцев или восемь и тут как бы все поняли что нет это все таки постсекретарят это все таки что-то большое вот но уже было поздно уже значит Никита Сергеевич показал что партия это все таки направляющая сила вот и начались вот эти изменения поэтому я считаю что значит вот изменения начались сразу после Сталина причем они между собой еще как раз начали соревноваться за реабилитацию репрессированных раньше людей причем сначала даже лидером был берия что надо репрессировать причем надо реабилитировать причем надо сказать что и до войны в тридцать восьмом тридцать девятом году берия очень много реабилитировал людей там же про Ежов да Ежов действительно там допускал массу незаконных репрессий причем сурового свойства поэтому когда значит Сталин понял это и назначил Берию берия там эти все ежовские авгиевые конюшни подчистил выпустил на свободу и несколько либеризовал эту систему вот а после войны это вдруг то что то опять значит возникла проблема реабилитации начали соревноваться и в конце концов вот свалили все это на Лаврентия Павлович Берева хотя мне кажется что конечно эти обвинения его что он там шпион и прочее это все надуманные вещи это они его специально топили почему-то он был опасен почему-то он им был страшен почему-то он им оказался не нужен компромат во время войны там значит не все же делалось по бумажке не все делалось по закону некоторые вещи некогда было решать просто некогда поэтому там если кто-то собирал какой-нибудь компромат то его можно насобирать было в те времена на любого на каждого в таких больших делах там же не будешь с каждым подвернувшимся человеком что-то оступившимся разбираться там копаться и линзы смотреть в те времена поэтому а тем более бери это руководивший мвд он конечно там компроматы имел на всех поэтому он и этим было всем страшно короче говоря вот это антисталинская как бы линия она тоже естественно возникла и фактически развелась в антисталинизм как некоторое такое течение от которого им было не отвязаться то есть они шаг за шагом они в него все все более и более погружались началась вражда такая внутренняя они же были повязаны убийством берии фактически они же понимали что это незаконное дело вот и тут их хрущев он их помазал всех этим делом поэтому они сопротивляться как бы очень сильно не могли да и к 56 году вот этот вот антисталинский накал он конечно вырос вырос до такой степени что возникла идеология антисталинизма и тогда и даже там десятилетия спустя нам было это непонятно мы думали антисталинизм это такое ну направление умонастроения там такое ну не серьезное что-то оно серьезное поскольку там люди лишались карьеры другой стороны люди на антисталинизме делали карьеры теперь в обществе такой накал был по поводу Сталина на антисталинизме карьеру сделали многие писатели журналисты скульпторы значит кинохудожники там и кто только не сделал на критике Сталина карьеру эти Евтушенки все Вознесенский Белохмадулины там и прочее прочее но на самом деле сформировалась именно идеология антикульта и это вот стало ясно только в итоге что вся эта публика антисоветская антисоциалистическая контрреволюционная она руководствовалась антисталинизм как целостной идеологией антисталинизм это была именно идеология это же мы недавно только сформулировали вот тут на конференции в Саблино два или три года назад антисталинизм самая острая форма идеологической борьбы и это очень правильно значит это вот камень заложен был в 1956 году а через пять лет уже фактически вот это идейная идейный этот переворот он уже развился и в политический переворот поэтому шестьдесят первом году произошел политический переворот это некоторые сейчас говорят что ну подумаешь там в программе нету там двух слов диктатура пролетариата но это не слова или это не простые слова а это сущность это люди отказываются от сущности этого государства и говорят еще главное обманывают да что теперь не будет вообще никакой диктатуры а будет общенародное государство это обман причем они все это прекрасно понимают что это обман да ну и вот тут я недавно прочитал мемуары Легачева и конечно они меня бросили в уныние Легачев рассказывает что как на политбюро Яковлев говорит ну что же вы хотите СМИ это ведь зеркало которое показывает нашу жизнь чего ж на зеркало ругаться объезжаться значит теория зеркала говорит Легачев я удивился как это он может так значит говорить ну что-то мол все погудели погудели и кончили то есть вместо того чтобы такого идеолога за шкирку и выкинуть даже из партии я уж не говорю из политбюро и ЦК они значит погудели что погудели пошумели то есть это явно он буржуазную такую хинею несет значит объясненную Лениным у Ленина есть специальная статья по этому поводу партийной организации и партийная литература теперь всем журналистам скажем мы в высшей партийной школе журналистам читали эти вопросы что такое СМИ как они отражают но как отражают СМИ отражает классы значит классовую борьбу классовые программы классовую идеологию и здесь Яковлев уже руководил буржуазной идеологией и в интересах буржуазии а делал вид что она отражает вот то что есть в жизни ничего она не отражает она отражает буржуазные интересы уже тогда это 86-й, 87-й, особенно 88-й, 89-й и сменил он всех редакторов поставил именно таких отъявленных антисталинистов поэтому контрреволюция она набирала ход и с одной стороны мы чувствовали это и боролись сопротивлялись с другой стороны вот всей глубины значит не осознавали тогда осознание вот оно пришло в процессе борьбы с Горбачёвщиной и потом с Ельцинщиной что да это все очень глубоко это все контрреволюция в самом глубоком точном смысле этого слова и она завершилась то есть раз надстройка оторвалась от своего базиса она стала базис изменять под себя значит и к 91-му году и особенно к 93-му и 4-му она этот процесс завершила собственно сделала буржуазной капиталистической буржуазной настолько было сильным социалистическое государство настолько было сильным социалистическое общественное сознание что им на это потребовалось значит 30 лет причем вот я узнал недавно прочитав наконец о муд памяти есть такая книга у Якова Лева Александра Николаевича этот он уже после всех дел своих о муд памяти а на название чего стоит оказывается он был призван и он работал в обкоме Ярославском и весной 53-го года его значит вытребовали в ЦК КПСС уже и в марте 53-го года он пришел в ЦК КПСС то есть это старейший член ЦК который с самого начала был в этом значит контрреволюционном процессе сначала подручным у Хрущева видимо а потом уже и организатором причем настолько организатором что я покопался в этом деле и узнал что значит это Яковлев пишет в одном интервью вчера было Хрущеву вчера было Горбачеву 90 лет и вот был сюжет что Тетчер его заметила Тетчер ему симпатизировала и одна престарелая значит дурочка с телевидения говорит я первая увидела что Тетчер влюбилась в Горбачева кто о чем слепой про телевизор да так вот Яковлев пишет в этом интервью 2000 года Горбачев Горбачев приезжал ко мне в 83 году и вместо запланированной одной встречи было три встречи с премьер-министром Канады Трюдо и первый симпатизант Горбачева был Трюдо это значит 83 год в декабре 84 они вместе с Горбачевым ездили в Лондон там Тетчер уже была подготовлена видимо этим Трюдо ЦРУ видимо отработало уже все эти вещи вот и там были смотрины и он конечно понравился и вообще я ужаснулся оказывается он привез карты генерального штаба непонятно как он их получил секретные карты генштаба где были поставлены значит стрелы ракетных ударов по Великобритании он ей дал значит эти карты выложил ей эти карты и Журнал Занятин по моему там был свидетелем Тетчер аж встрепенулась а Горбачев ей говорит с этим пора кончать с чем с этим с этим направлением ударов больше там ничего не было там же не было противоположных скажем если бы были хотя бы противоположные чего-нибудь мол с этой вообще с угрозой надо бросать а тут-то с односторонним надо бросать и Тетчер да конечно декабрь 1994 года а в марте 1985 состоялся пленок вот как хотите так и судите да так что Яковлев вел его и Яковлев руководил им и ясно почему перед этим Яковлев был там около десяти лет послом в этом в Канаде с Трюдо видимо у них были очень хорошие отношения и даже наверное слишком хорошие поэтому он Трюдо подготовил Трюдо был готов потом это все передали Тетчер потом Тетчер передала и другим кому надо так что контрреволюция прошла на самом деле сознательно я как-то раньше думал что это стихийно все делается ну вот так складывается борьба нет это руководимый процесс все очень гладко все реформа за реформой значит все рынок 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 и в конце уже в последние годы 88 и 89 стали уже открыто говорить и это тогда ну просто двусмысленность была за рынок когда говорили было понятно что речь идет о капитализме нам нужна рыночная экономика это нам нужна экономическая нам нужна буржуазная экономика или еще был термин модернизация нам нужна модернизация модернизация то есть капитализация буржуазия так же как эпоха модерна что за эпоха модерна это эпоха развития буржуазии там 18-19 век это эпоха модерна поэтому все это очень серьезные вещи когда значит люди даже вот грамотные вроде в нашем кругу этого не понимают но меня это как-то удручает удивляет и удручает почему потому что это ясно или прозрачно из простейшего использования категории диалектики скажем если переходный период капитализму следовательно социализм он есть как приходящий он есть но он как приходящий теперь капитализм он тоже есть он есть как возникающий но он возникающий это еще только росточек и скажем людям нам обычно тем более там мне молодому человеку или даже молодому преподателю это было не видно непонятно мы видели социализм знамена фарзиология коммунистическая Маркс и Энгельс Ленин мы вот от Сталина отошли зато мы вот к Ленину теперь ближе и точнее вот значит все нормально все хорошо но он уже в прихождении он есть социализм но в прихождении а в прихождении раз то чем дальше тем больше и уже конечно Горбачев он сначала там первые какие-то месяцы вот он приехал в Ленинград тут у гостиного двора остановился это было как-то да так интересно и вроде даже подавало какую-то надежду вот но буквально с каждым месяцем и недоумение и злость значит нарастали и уже тут в 1986 году мы уже как-то значит были раздражены и уже надо было что-то делать и фактически в 1987 году уже начали действовать создали тогда общество научного коммунизма клуб за и против потом клубы рабочих потом объединенный фронт трудящихся потом инициативное движение коммунистов которую жеребром поставил вопрос что идет контрреволюция наступает контрреволюция не просто идет а наступает и вот есть речь Михаила Васильевича на съезде КП РССР вот где он прямо в лицо говорит что это контрреволюция и тут теоретически тут нет их лазеек тут никуда не уйдешь от этого если ты хочешь в этом деле разобраться некуда бежать тут щелок нету если есть пожалуйста скажите ну какие вопросы у вас есть возможность поговорить с компетентным человеком это вот скажем мы тогда не с кем было и поговорить с компетентным человеком но вот более-менее такой был Василий Аковлевич Ельмеев с экономического факультета профессор но все равно он больше экономическими вопросами интересовался вот Агиров был профессор к нам близкий но тоже он значит не таких не глубоких позиций он так тоже такой простодушный коммунист за коммунистом ба 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 но вот этой вот глубины и сути он тоже не понимал тогда поэтому не с кем было посоветоваться мы в значительной мере конечно тогда еще ощупью двигались вот в этом 89 90 так от практики шли вот у меня вопрос ну по поводу воли да вот у нас вы сказали людей людей ну воли у людей мало но иногда происходит так что вот вроде бы каждый отдельный человек да допустим там на предприятии безволен он не идет сражаться нет нельзя сказать что не безволен воля это это человек в данную секунду другое дело что она слабая вот он не может ее выразить в действии то есть в данную минуту но когда они собираются такое ощущение вот у них вырабатывается некая коллективная воля конечно да вот и вот мне непонятен вот как это этот приход то есть по отдельности у них нету этого этого решения да но собравшись и при этом все еще не имея этого решения они как-то про ну я бы не сказал что это они ну да это ну не скажем что инстинкт они как перекликаются не просто воля а силе воли просто когда если то просто я когда это наблюдал это происходило как ну вот мелкие сигналы друг к другу и возникала некая волна ну да конечно чувствует человек поддержку и он во первых сам утверждается да становится сильнее а во вторых совместное действие кстати у Марса отмечена синергия да скажем вместе десять человек сделают значительно больше чем они сделают по отдельности те же десять человек так да эффект синергии есть такой но тут проблема в том что получается ну на некие большие действия эти частная воля да личная воля и коллективная она они должны как-то в определенный момент сложиться да то есть и вот общая цель нужна общая естественно нет он говорит про настроение которое делает вдруг людей соединенных вот они соединяются всегда люди общей целью если у них есть общая цель точнее говоря цель у каждого им кажется что у каждого какая-то своя да да а если эту цель им соединить и они поймут что цель у них общая то общая то они сразу же объединяются одной целью я к примеру из практики да извини значит это высокие уже организации вокруг целей цель это уже что-то серьезное цель цель это что такое да можно сказать что предвосхищенный результат сформулированный результат осмысленный результат и значит какой-нибудь хотя бы осмысленный уже тяжело а тем более результат такой ну какой-то более-менее серьезный осмыслить это трудно и скажем, если вы на заводе вот так придете мужикам и спросите там их цели, они вам даже не скажут. У них цель зарплата, вот заработать денежек. Естественно, это минимальная цель как минимум такая. Ну да, да, да. А он все-таки говорит о какой-то общественной цели, общественно значимой цели, что вот почему люди соединяются, и это-то действительно вопрос. Это вот тот же вопрос или проблема когда Ленин в декабре в Женеве читал лекции реферат это называлось в какой-то там большой компании, говорит ну мы-то до революции не доживем это декабрь 16-го года, а вы-то вот молодежь, вы-то доживете. А вот она революция-то и разразилась уже скорости. Значит, ее никто не ожидает и вдруг она получается, эта революция. Пару, значит, там этих демонстраций, пару звизгов на одном Путиловском заводе там возник конфликт и вдруг их поддержали. Возникает революция. Это тут таинство большое, этого никто не знает. Когда это и почему возродится. Скажем, в этом самом, в Испании там Хассели этого зарестовали и вся Испания забушевала. Жгут машины, бьют витрины. Вот несколько дней. А у нас, скажем, вон этого раскручивали, раскручивали. А? Как у Навального-то этого? Ну, посадили, ну и сиди. Это, наплевать на него. Так что это сложный вопрос, непредвидимый. революция начинает народ. И она непредсказуемая. Ее, так сказать, не организуешь. Ее не назначишь. А как это получается? Трудно сказать. Инсультант момента. Момент. Внезапно. Да, мы можем только готовить. Да, вот разъяснять цели. Ну, сейчас-то проблема в том, что все-таки коллективы маленькие в своем массе. Да. Вот, вот. Поэтому здесь важнее всего, скажем так, связь между коллективами уже важнее. То есть коллективы есть, но они маленькие. Сам коллектив маленький, он ничего сделать не может, потому что у нас производство-то такое. Да. Вот и в Вышневолочке я столкнулся с этим. Что там коллективы маленькие, и они боятся, и они все на виду, и поэтому они чувствуют себя, ну, какими-то такими бессильными. Ну, и в общем, как-то их тоже можно понять, что... А работы нету. Значит, безработным оказаться никто не хочет. Поэтому даже вот за эти несчастные 15 тысяч, ну, держатся люди, ничего не поделаешь. Вот поэтому, может быть, имеет смысл, конечно, начать с чего-то общего, с какой-то общей городской организации. Да, сейчас важнее, чтобы было связано между коллективами этих, потому что, допустим, если есть конфликт в маленьком коллективе, но сейчас же все равно организации связаны между собой, ну, экономическими связями, так же... Да, рабочие там меньше связаны. ... чтобы их могли поддержать, допустим, коллективы контрагентов. Нет, на самом деле, сейчас же есть это недавно. Общество... Нет, нет, не общество. Нету. Общество промышленных... Да, промышленных, транспортных... И связи. И связи рабочих, не играть. Есть, да. Будем надеяться, что дело дойдет. Вот, на самом деле, казалось, ну, первое, вот такая юридическая вполне себе организация, которая не является и не профсоюзом, и не является, например, и не партией, но при этом это организация, в которой рабочие объединены, неважно там, они могут быть по всему городу объединены, и неважно, сколько там уже получится коллектив, вот как там на складах, там от трех до шести человек, или там завод 100, 200, там 500 человек. То есть... Важно, чтобы они кого-то все-таки представляли. Они, в общем, а получится так, что у них будет огромный коллектив, огромный, который просто вот, он разбросан по городу. Но это один общий коллектив. Но будем надеяться, да. Но, к сожалению, для этого каждый рабочий должен туда вступить, на самом деле. Мне бы узнать, как это сделать, надо спросить. Как сделать это на своем предприятии? Ну, куда писать? Так, а по поводу чего писать? Ну, вступить в это общество. А, так это в это общество, вон, в интернет-связи, там адреса есть. Новый проблем. Особенно, если за вами стоит там 3-5 человек, запросто, никаких проблем нет. Нынче, при нынешней связи. Так, еще вопросы? Что-то у нас девушка ничего не задает. Ну, у нас указаний-то ведь нет уж такого отказа от диктатуры в Китае, поэтому. Ну, пока так. Хотя, значит, изменений, конечно, там буржуазных-то, инноваций буржуазных-то, конечно, очень много. А Корея-то хорошо, что вы вспомнили, что вот Корея, не знаю, как сейчас, при Кимче, ныне, но его папашка еще, значит, по уставу, вслед за своим папашкой, месяц в году приезжал на свое предприятие и месяц отрабатывал рядовым работникам. И это у них правило. Теперь, Си Цзиньпин, он уже в довольно зрелом возрасте был сослан в деревню на воспитание. Значит, и был фильм, я смотрел, как он, значит, был в этой деревне, и он там провел большую организационную работу. Значит, деревня разбогатела при нем тогда. Вот, ну и сейчас, конечно, он, как уже большой начальник, этой деревне помогает, ну и там деревня цветет и пахнет. Ну и надо сказать, что вот они тут на съезде-то народного собрания, значит, доложили, что с бедностью, с нищетой у них покончено в Китае, несмотря на миллион четыреста, на миллиард четыреста миллионов человек. Ну, почти полтора. Так что, вот успехи все-таки такие социальные, у них есть большие. Поэтому посмотрим. И они цели стоят, что они к зажиточному обществу придут, там что-то в тридцатых годах. Нормально. Я вот видел, даже в деревнях, в кругах таких, ну, типа как у нас тут, даже не в деревне, да, то есть там государство кто построит, домами, домами, чтобы нормальным условиям жить. Никаких денег их никто не берет, просто чтобы они продолжали эту деревню. Чтобы старым не сносят, может, старым пользоваться. Да, и у нас вот эта политика, приведшая к разорению деревень, она была, конечно, очень такая. Но тогда, когда было, тоже это укропнение началось, и это все убило. Так укропнение-то… Его можно сделать по-разному. Одно дело директиву бросили, значит, там, объединить и четыре колхоза. Ну, а колхоз, что значит объединить? Собрали четыре председателя, выбрали одного, остальные остались без работы или стали рядовыми этими. И другое дело – собрать собрание, чтобы все колхозники, станичники устроили праздник бы дня на два, на три и так далее. Во-первых. Во-вторых, чтобы это было не раз, и за день все сделано. А, все-таки какой-то процесс такой можно сделать. Сначала две. Давайте две деревни объединимся. Мы тут недалеко, у нас тут общая ППМ. И те две деревни объединились. Пожили годика два-три. Потом бы и эти бы объединились. То есть это можно все во времени, чтобы люди успели притереться друг к другу. Нет, выглядело совсем по-другому. С того, что я видел в Беларуси у нас, как там в деревне происходило. Ну, как это выглядело, а последствия это все. Это просто в деревнях были закрыты все небольшие малышные фермы. Там, ну, до 100 колокт они, да, маленькие достаточно. Потому что это типа уже не выглядело, не лентабельно. Значит, были отгромлены большие комплексы в центральных усадьбах. Там была построена куча домов. Людей туда, соответственно, за несколько километров ездили. Ну, это уже позднее тут селение. Позаславское тут 70-е, 80-е годы. Да, все в деревне эти просто сразу же бить. Всех не стало. А я-то помню, значит, я-то был в деревне, значит, тут 55-й, 56-й год. Вот только объединили четыре деревни. Вот я был в колхозе из этих четырех деревень. Они-то жили в деревне и свои общины, это деревня. Они тут как родня. А дети так они сегодня в одном доме играют, завтра в другом. Праздники, значит, сегодня пьют у этих, вечером у этих, завтра у этих, вечером у этих. Пока за три дня там не обойдутся, их не закончится праздник. А когда эти четыре объединили, они, конечно, знают там друг друга. Но уже это все-таки тут нет такой роста. Нет общины, нет. Она должна родиться. Это живой организм. Вот. А директивное объединение, оно, конечно, ни к чему. Тогда, как можно было следовать, значит, не деревню развивать как деревню, а деревню развивать как промышленность. Вот я был в Эстонии в колхозе Каусалу. Они там построили несколько цехов, в том числе цех по сборке арифмометра или как электронных счетных машинок таких. И они, значит, зимой, когда делать нечего крестьянам, вот этот цех пашет во все лопатки. Летом в основном, значит, там на полях, значит, тут поменьше работы делают, что-то второстепенное, третьистепенное. То есть можно было развивать такую промышленную отрасль на селе, особенно, скажем, при нынешних технологиях, технике связи там и так далее. И осуществилась бы Энгельсовская мысль. Энгельсы писали, что осуществится при коммунизме мечта Бисмарка, что будет расселено население, будет по небольшим городам. А у нас, значит, Москва там сейчас 15 миллионов, Ленинград уже больше 5 миллионов. Да, да, да. Это по нему проехать только что, значит. Вот. Но вот проскочили этот путь, пошли по этому буржуазному пути, значит, великих, как это называется-то сейчас, мегаполисы. Причем планируют сделать мегаполис сплошной от Москвы до Ленинграда вдоль железной дороги. Ну, какие еще вопросы? Ну, у меня как бы мощный такой вопрос, просто такое рассуждение. Как бы государство строится как бы на людях, и у людей есть определенное сознание, и сейчас превалирует буржуазное сознание у людей, у рабочих. Как вот по сравнению с 17-м годом, вот интересно тоже, какого ни было сознания, неужели было больше, больше массы людей, по-моему, готовые на какие-то совершения, на более прогрессивные? Да, конечно, конечно, больше. Значит, есть старая даже статистика роста забастовочной борьбы. И вот, скажем, она где-то начинается, 89-й, 99-й, расти число забастовок, число бастующих в стране. И вот оно идет по нарастающей до 906-го, 906-го года. И заканчивается вот этой революцией 905-го, 906-го, 907-го годов. Потом, после разгрома этой революции, затишье тут несколько лет, примерно до 12-го года. После 12-го, особенно после Ленинского расстрела, если вы помните, в 12-м году, вот опять начинается рост, значит, вот этого движения забастовочного, рабочего, возмущения. А тут еще война в 14-м году начинается. Значит, с войной тоже народ, во-первых, просвещается, он включается в международные интересы, просвещается, значит, вот в этом международном аспекте. Плюс он вооруженный. Это тоже делает людей более ответственными, плюс готовыми к действиям. Поэтому в 17-м году, конечно, он народ был такой, ну, в хорошей форме, что называется, революционный. А сегодня вот этот пресс, во-первых, жизни экономической, бедность такая, такая непролазная, мне кажется. Вот сейчас же все свели к питанию, вот только пропитаться, доехать до работы, поработать и пропитаться. Каких-то лишних денег у людей нет. У основной массы людей нет. Особенно, скажем, Вышний Волочок этот. Он же весь в помойках. Помойки все навалены грудами, никто там ничего не убирает. И плюс, значит, телевизор изо дня в день, изо дня в день, одно и то же, прессует сознание, развлекуха вот эта, вот всякие эти, значит, грязным бельем там трясут каждый вечер. Ну и, конечно, у людей сознание такое, оно разрушается. Нет серьезного сознания. Вот серьезное сознание, вот поговорить в каких-то таких общественных организациях. Ну вот что-то в сети можно найти. Вот. А так серьезного разговора в официальной сфере нет, даже в вузах. Вот я сегодня посмотрел. Значит, в Екатеринбурге новые открыли вуз имени Ильина. И там при вузе там церковь, и начинают они учебный год с церкви. Но что церковь может дать молодежи? Какие она может и никаких, и не глупостей только. Мне вот кажется, еще проблема в том, что в 17-м году, если смотреть, то, да, там 75% населения это были крестьяне. И, конечно, было важное сознание. Но они в жизни государства, общества практически не принимали. И они информационного влияния как такового на государство не оказывали. Они же были отрезаны практически от, как сказать, от общественной жизни. Они в ней не участвовали вообще. Они валили в собственном языке. Поэтому вот это количество рабочих, оно очень сильно влияло. Оно было сопоставимым там с количеством... Ну, все-таки там, по-моему, были крупные города. А вот если сейчас взять, то вот эта масса людей, которые в интерьерном производстве не участвуют, и она поражена этим буржуатным сознанием, еще больше, чем те, которые разработают, да, а это порядка 50 миллионов человек. Они создают зато огромный информационный шум. То есть они участвуют как раз вот в этой информационном обмене. Поэтому, соответственно, сейчас количество новостей. То есть получается, что в 17-м году у трудящихся было больше силы, больше силы в воле. Больше, конечно. Конечно. И в смысле внутренней борьбы, и в смысле международной войны. Поэтому они в волевом отношении были мобилизованы. Сейчас совершенно наоборот. А сейчас демобилизованы. Сейчас дезорганизованы, скорее. Дезорганизованы и более подавлены. То есть сейчас более подавлены? То есть стоит фонтан? У многих, у большинства. Я не знаю, что у кого-то есть было, они их придавили к стене. Поэтому выбора просто не было. Сейчас у всех нормальный, эдиты, машины. Это только подписать могут в интернете. Нет, именно движущая сила, работа, как раз, мы не голодали. Как и да. Но что мы не голодали? Я думаю, что рабочий не голодал. Пады, вообще, я за хлеба, не голодали. Конечно, они просто умирают. Это уже конкретно, там, 17-го. А, это целом? Вот это целом. Начался откуда в традиционный прорыв? С 17-го года? Нет, ну если там, где-то, 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 где-то. Ну что, нет, ну подождите, всегда мы относительно, это вот для нас. Ну, мы относительно, мы падали месяч, два-чего дня. Конечно, мы сейчас просто рассматриваем с нашей точки зрения, умирали они все от голода. Но, в той ситуации, допустим, рабочий, который работал на таком-то предприятии, все-таки он жил в гораздо лучших условиях, чем, допустим, он жил в деревне. Потому что вот там точно голодали, по сравнению с ним. Потому что там работы нет в 17-м году. Урожай, урожай. Нет, только это в 17-м, да. Но оно же не в 17-м все сложилось. Именно в 17-м все сложилось. Сначала на выборске заранил 16-го, на январе, в декабре. Кое-как-то еще заняли параметр, что-то сделал, привез, там как-то еще. А вот уже в феврале 17-го года уже падали, прям в очередях повали. Голодный был бы, нет, с кем-то шествия пустых кастрюля. Да, да, да. Это до чего должно дойти сознание, чтобы женщины с кастрюлями вышли по-нескому? Причем ни одна, ни сотня, ни тысяча дали. Да, да, да. Я имею в виду, что в целом вот у нас все. В целом все живут. Да, все живут. Почему не это голодают нынче? Есть сколько хотите. Это в Питере, может быть, не голодают. Я думаю, что и в Питере голодают, просто мы про них не знаем. Голодают и потом вымирает Россия-то. А почему она вымирает? Потому что она не доедает. Это прежде всего потому, что она не доедает. Потому что она не отдыхает в массе своей. Кто-то ездит, конечно, в Египет, в Турцию. Не на патру, кто-то ездит регулярно. Кто-то не ездит. Мне кажется, что уже вот так массово голодать уже не будет. Не будет. Потому что проблема голода решит. Так это как раз самая главная причина, почему, возможно, в инфраструктуре, как с массовой водой, уже, возможно, и не будет. Потому что, можно сказать, что... Я бы воздержался от такого утверждения. Голода, ты решили как? Некачественной едой просто, наоборот. Я даже, я уж не говорю про это. Поэтому и... Ну, не будет перепасть. Так она и не растет, потому что, во-первых, голодная, а во-вторых, пища вредная. Так, ну ладно, это что-то мы заговорились, да? Ну что, на этом можно закончить? Да. Спасибо.